Денис, приветствую, здороваться привычным образом не будем. Скажи, пожалуйста, вот мы уже который день находимся в таком режиме, когда многие предприятия не работают. Ну, официально пока это называется все выходной неделей. Расскажи, каким бизнесом ты владеешь? Мы делаем мелкосрочный ремонт автомобилей и кузовной. Вот. По ситуации могу сказать, что все сели на карантин, все боятся. Никто не едет ремонтировать автомобили. И, соответственно, поток спал. И, ну, то есть, если честно, я не понимаю, как этот бизнес может выжить дальше. То есть уже в финансовом выражении ты ощущаешь реальные потери? Конечно, да. То есть это очевидно. Ну, то есть ситуация какая-то. То есть если бы это была неделя, то как бы вроде как можно пережить. Но если эта история продлится на месяц, то это будет очень проблематично в плане выживаемости. Ну, вот ты знаешь, да, что с сегодняшнего дня мы перешли в особый режим самоизоляции. Пока точных сроков никто не приводит, когда он продлится. Да, вроде пока официально это все до 6 апреля. Какие планы? То есть вот ты как бизнесмен, что вообще подразумеваешь делать? На самом деле мне совершенно непонятно, СТО попадает ли под, то есть может оно работать, не может. Но я, если честно, как предприниматель, я не понимаю, могу я работать или нет. Недостаточно информации, непонятно, что будет за это, то есть закрываться, не закрываться. То есть я понимаю, что вроде как в целях безопасности, вроде как логично закрыться. Но также понимаю, что если я закроюсь, моим сотрудникам нечего будет платить, не из чего. И, соответственно, моим сотрудникам нечего будет есть. Ну, как бы я же должен нести ответственность, да. Еще сказали, что нельзя сейчас никак увольнять и сокращать, да, за это там чуть ли не посадят, там угрожают. Но непонятно мне, как предпринимателю, как не имея входящий поток выручки, я должен платить зарплаты, аренды за газ, за свет и тому подобное. Ну вот насколько критичным это будет, если еще, допустим, одна неделя у нас будет? Ну, если еще одна неделя, но это все по обстоятельствам, зависит от, как страховые компании у меня тоже вот они отправляют машины. Ну, непонятно. На самом деле непонятно, какие меры, но, например, учитывая, что сейчас введен режим самоизоляции, да, непонятно, люди вроде как не могут ко мне приехать, но я могу работать. Ну, то есть, судя по вот той памятке, да, кто может работать. Но тогда нелогично мне работать, потому что человек, да, приезжая ко мне, он нарушает режим самоизоляции. Скажи, пожалуйста, те меры поддержки правительства, которые были озвучены еще на прошлой неделе, как ты их оцениваешь? Сможут ли они реально помочь бизнесу? Я оцениваю их очень негативно, потому что отсрочка по налогам, и даже если бы они отменили налоги, никак бы не повлияло на спасение бизнеса. Ну, давайте просто подумаем. Допустим, предприятие, да, допустим, оно не платит налоги, но налоги – это не основная составляющая затрат. То есть, есть аренда, есть газ, свет, электричество, которое ты все равно должен, как бы, поддерживать. Есть сотрудники, которые у тебя на окладах, ты должен им, как бы, платить. И, грубо говоря, если у тебя зато приток новых денег, его нету, то, соответственно, ну, давайте представим ситуацию. У вас, допустим, пришло 100 тысяч, а налогов вы платите 10, и расходов у вас еще 40. От того, что вам отменили эти 10, оно вас не спасает. И то, что отсрочка потом, я думаю, если кого-то это и спасет, то в конечном счете это убьет через полгода просто. Это, как бы, такая мера непонятная. Ну, как бы, не надо платить, вроде как, чуть-чуть полегче, но притока денег нет, клиентов нет, все сидят на изоляции. Будет, я думаю, очень большое количество банкротств, огромное количество безработицы сейчас будет. И, как бы, это все не привело к бунтам, с голодовки, к мародерству и росту преступности.